Так, привет! Ты ждёшь от Кадырова денег? Привет! Кстати говоря, забыл вообще упомянуть про позитивное решение, которое получил мой брат в Германии. Это, наверное, одна из самых долгожданных новостей за последние почти 7 лет, 6,5 лет. До звания Героя России Адаму Кадырову осталось избить 5 человек. Так, почитаем комментарии. Так, привет! Ты ждёшь от Кадырова денег? Привет! В каком смысле мне их от него ждать? Я бы, конечно, не против был бы Кадырова обуть на какую-нибудь крупную сумму. Но вот прям ожиданий какого-то нет. Саламу алейкум, Тумсо и Ахшбатру. До звания Героя России Адаму Кадырову осталось избить 5 человек. Дмитрий Исков. Алейкум ассаляму раму кла-баракату. Баракуллаху фиг, брат. Так, накорми бездомных животных, если несложно. Дай Бог, чтобы Адам Кадыров до тебя не добрался. А то придётся медаль от правительства Швеции. Вручание. Хорошо, try to catch me. Я благодарю тебя. Правда, я не видел здесь бездомных животных. В Европе их не бывает. Я накормлю своего кота. Он домный, но это тоже животное. Если ты не против, я его накормлю. Обычно я его не кормлю. Но раз ты попросил, я его накормлю. Савап. Генпрокуратура приносит официальные извинения детям Кадырова и их отцу Рамзану за то, что законы РФ запрещают представителям власти и их детям пытать и избивать беззащитных осужденных. Присоединяемся к этим извинениям. Баракуллаху фигу, братья. Так, разве Хасиев не ФСБшник? Я когда-то слышал, что он ФСБшник. Это другой брат. Это ты говоришь про Майербека Хасиева. Да, это правда он сейчас, по-моему, уже отслужился на пенсии, наверное. Ты говоришь про человека, который в начале нулевых был начальником ФСБ Натеричного района. Потом последнее, по-моему, где он служил, это был, он был начальником ФСБ Шалинского, кажется, района. Шалинского или Курчулоевского, я сейчас точно могу что-то спутать. Вот, но насколько я знаю, этот тип, по-моему, уже находится на пенсии по выслуге лет. Это другое, я не знаю, родственники они или нет, может быть, просто однофамильцы, но этот нет. Этот Хасиев, который сейчас вынужден был извиняться, он руководил ВТЭК. Есть такая, я не знаю, как это расшифровывается, забыл я. Но это, в общем, такая организация, которая проверяет людей, в общем, пенсии по инвалидности, когда людям делают. Вот эти люди должны проходить через вот эту ВТЭКовскую комиссию. Это как бы такой ключевой орган, после которого тебе назначается пенсия. Вот он руководил этим органом, но более известен он стал тем, что стал руководителем этой лиги ACA. Сначала это был спортивный, по-моему, клуб Беркут, потом его преобразовали. Этот Ахмад и Беркут их слили и сделали из них вот эту лигу ACA, и он до сих пор ею руководит. Ну, в общем, в целом человек не из какой-то вот этой вот касты, чьи руки запачканы кровью, понимаете? Там же тоже эти кадыровцы разные. Есть, допустим, какие-то вот отъявленные отморозки, типа начальников РОВД, там каких-то руководителей, каких-то полков, батальонов. Или наподобие там Иудова, в общем, Делимханова, такие люди, кто прошли там эти должности все были. То есть их руки запачканы кровью, они конкретно убивали людей. А это из категории других кадыровцев, которые не пачкались кровью, они скорее такие чиновники гражданских профессий. Монсон. Тумсо, как, по-твоему, у кадырова получается вести переговоры с Путиным, так как Путин очень сильный политик, по моему мнению. Он лучший в мире, и я бы не завидовал Кадырову. Ты как оцениваешь Путина? Он хорош? Но когда Путин говорит с Кадыровым, он очень хорош, потому что, мне кажется, это вообще идеальная, идеальная картина, когда Путин разговаривает с Кадыровым. Кадыров это такой внучок, который пришел к дедушке, получил плохую оценку, или наоборот, хорошую получил оценку, и он перед ним хвастается, говорит, смотри, деда, я сегодня получил пятерочку. И дед такой смотрит, говорит, молодец, молодец. Мне кажется, это идеально. Да-да, кто вообще мог подумать, что беженцы из Израиля полетят в Махачкалу, а уж тем более поедут в Хасарю. Саламу алейкум. Странно, когда люди штурмуют аэропорт, где якобы есть два еврея, когда вокруг притеснители сотнями тысяч, на руках которых намного больше крови мусульман. Ва алейкум ассалям, рамут ла баракатум. Тумсо, тезисно о войне. Если некое царство государства захочет войну, то будет воевать. Никакая ООН или иные авторитеты войну не остановят. Горько, но это реалии, в том числе и 21 века. Несмотря на какое царство, какая страна. Если это Россия, ну то есть если это ядерная держава, то да, конечно. Тем более, если это член Совета Безопасности ООН, конечно ничего не будет. Но если это там, скажем, Ирак, который решил захватить Куэйт, очень быстро вопрос как бы решат. Мы же с вами помним, как решали. Или же, например, если это Сербия, которая решила сохранить Югославию. В общем, все зависит от того, какая эта страна решила повоевать. Как прошла поездка в Бельгии. Чей молвок шил. Алейкум ассаляму рамку ла баракату. Баракаллаху хейкум, братья. Все поездки проходят, алхамду лилла, хорошо. Никаких проблем, никаких эксцессов не было. Кстати говоря, забыл вообще упомянуть про позитивное решение, которое получил мой брат в Германии. Это, наверное, одна из самых долгожданных новостей. За последние почти 7 лет, 6,5 лет. Долгая история борьбы за этот статус. В конечном итоге увенчалась успехом. Хвала Аллаху. Это такое облегчение. Это как раз то облегчение, которое обещано Всевышним Аллахом. Что за каждой трудностью следует облегчение. И облегчение бывает больше, чем была эта трудность. И вот, иншаллах, это начало тех облегчений, которые дает Всевышний Аллах. И вся хвала за это принадлежит только Всевышнему Аллаху, Господу миру. Так. Если логика такая, в Израиле все военно обязаны, поэтому нет гражданских, тогда у нас есть правило. Закон поголовно обязанность воевать, когда Фарзу айн, получается, нет среди мусульман гражданских. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok